Всем привет! В этом выпуске я хотел бы показать одну интересную штуку. Я не знаю, многое кто из вас, наверное, не видел, но на сайте Fedramogu Campus проводилась акция. У меня есть видео, где я полностью проходил их, скажем так, тест или даже не тест, а скорее, ну, экзамены, да, просто обучающий курс, вот, скажем так. Это, по-моему, был курс по утормозной системе, да, там были диски, колодки, ну, неважно. Вот, суть в том, то, что результаты акции Campus от Federal Magul. Я, кстати, думал, то, что там имеется в виду, что надо брать полностью по 100 баллов в каждой, скажем так, в каждом вопросе. Вот там было как бы 4, ну, не вопроса, в каждой теме, 4 темы там было. Колодки, диски, там, общая история и так далее. Ну, в общем, я ради интереса посмотрел, так, глазами прошелся, и я обнаружил, что я 11-й. Который в списке 11-й. Это из-за того, то, что я в 4 часа, я дико хотел жрать. Я пошел покушал, пошел там, что-то повтычил телек, там, покурил, там, я не знаю, фигнёй поднимался, и продолжил где-то часов 8, по-моему. Из-за этого промежутка, что я потерял 4 часа, и дальше я его проходил, я 11-й. Я думаю, это безмежно круто и, скажем так, достойно. И что я получаю? Я получаю акустическая система Jawbone Jumpbox. Вот я скопировал, тут, кстати, есть там 33 человека, тут написано, ну да ладно. Компания Federal Magul благодарит всех участников данной акции и поздравляет призеров. В течение ближайшего времени представители Federal Magul свяжутся с каждым из призеров по электронной почте и договорятся о передаче приза. Ну, я уже один раз одних уже получал приз, мне подарили майку, там, неважно, просто с надписью вот этот вот MOOC, да и всё. Сейчас я, чтобы напомнить, всего какие были. Первое место, iPhone 5s. Не, ну обидно, конечно, ну да ладно. Второе место, iPad Retina, 128 гигабайт. Обидно, обидно, да ладно. Третье место, iPad Mini, iPad Touch 5, и вот с пятого по восьмое iPad Nano 7, и с девятого по тринадцатое акустическая система Jawbone Jumpbox. Я, кстати, так и не знаю, вот сейчас я загуглю, что это такое Jawbone Jumpbox, как оно вообще выглядит. Для начала картинки, мне интересно. Вот это вот она. Акустическая система. Ну, она, короче, такая маленькая, да, вот для сравнения положили iPhone. Ну, блин, я думал, будет как-то, ну, пожёстче, поприкольнее. Bluetooth спикеры. Вот так оно выглядит. Она со всех сторон в дырочках по Bluetooth работает, есть выход, есть вход. Ну, да ладно. В любом случае, это круто. Я это видео снимаю вот 12 число 05 месяца 2014 года. Как только я его получу, я сразу же сниму, потом это всё склею в одно видео. И, ну вот, да. 2 июня мне пришёл второй email от Смирнова Александра. Тут написано то, что корпорация Федерал Могул благодарит вас за участие в акции Кампус. Мы поздравляем вас с победой и заслуженным 11-м местом. Ваш приз, акустическая система JBL Charge, альтернативное заявление в связи с отсутствием продажи на территории Украины. Ждёт вас. Просим вас сообщить там имя, фамилию и так далее. То есть, грубо говоря, мне сначала сказали Джаубон Джамбокс, а теперь говорят, что будет JBL Charge, потому что Джаубон Джамбокс нету в Украине. Ну, окей, что, хоть что-то, да, будем ждать тогда, посмотрим, что с этого выйдет или не выйдет. И, собственно, развязка. Сегодня какое? Сегодня 12-е число. Я скажу то, что Колумба я получил. Да, она классная. Я получил 6-го числа. Практически я неделю ей пользовался. Очень круто сидеть на природе, на улице, где-то вот сейчас, тем более, лето. Постоянно мы на улице тусуемся. Очень классно вот её включить. Она работает по Bluetooth, но у неё есть и выход на камеру. Сейчас я вам покажу. Вот коробка одни. Коробка, я вам скажу даже, чего коробка только стоит. Хорошая, красивая, приятная коробка на магнитик. Но не важно, делаешь не в коробке. Вот сама колонка. Эта колонка размером, ну, практически такая же, как жестяная банка пива. Тут у неё бас. Тут у неё два динамика. Тут включение качельки громкости. А тут у неё отштопыривается и там USB-порт. С этого USB-порта можно заряжать любое устройство через USB-порт. Будь то, там, фотоаппарат, телефон, либо да что угодно. Я не знаю. Это очень удобно. Можно вот слушать с телефона музыку и одновременно его заряжать. Колонка играет до 12 часов. Она играет. И реально, ну, я когда её полностью зарядил, я реально сидел целый день, слушал музыку. И ещё на следующий день, ещё часа три, слушал музыку. Реально хватает. Покажу, что вообще было в комплекте. В комплекте идёт чехол на эту колонку. Ну, такой приятный, там, с оранжевеньким и так далее. Ладно. Что дальше идёт? Стандартный набор кабель для зарядки. Адаптер. Так, сейчас я это сложу. Адаптер на резетку. С американским стандартом, да, вот эти две дырочки. Но есть переходник на нашу обычную вилку. И в комплекте ещё есть переходник на какую-то... Я не знаю, чья это. Может, какая-то европейская, азиатская. Но они легко меняются. Можно вот это вот защёлкивается. И вместо него ставится вот наша вилка. И всё красивенько, компактно и очень здорово. Да, в комплекте даже была гарантия. Гарантия на один год. Что тоже, в принципе, здорово и круто. Так, теперь включим колонку. Я вам там послушаю, как она вообще звучит. Я не знаю, как это микрофон передаст или нет. Ну, неважно. Вот, включилась. У неё тут есть индикатор. Три лампочки. Этот индикатор показывает заряд батареи. То есть, если горит все три, значит, полночь заряжен. Если две, значит, так, наполовину, одна, ну и так далее. Ну, понятно. Так, теперь что? А я так понимаю, она у меня с компьютером уже сама сразу подключилась. Поэтому я что-то включу. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, нет, не включилась. Сейчас я её, значит, подключу. Хорошо. С компьютера можно подключить очень просто и легко. Через устройство и принтеры. Мы там должны найти наше оборудование. Вот. Подключить. Подключено. Найти наше оборудование. Просто вот, законнектились. Законнектились. И всё, она теперь постоянно. Когда мы включаем, выключаем. Не важно так. Так, чтобы нам такое включить бы поинтереснее. Сейчас я буду, найду. Вот, например. Это у неё маленькая громкость. Вот, если надо, то я сейчас включу на полную громкость. Это круто. Это реально круто. Я могу сказать, что эта громкость может стоять по-обычному. Вот так вот, да. Как и выходит. Тут есть такие рёбра. Она, ну, на них нормально становится. Либо её можно ставить, как, как, пристанную банку пива. Я её обычно так ставлю. Это реально прикольно. Вот я сначала даже думал её продать. Вот я её выключил. Музыка начала играть на ноуте. Включаем. Он уже должен сейчас законнектиться. А, она законнектилась, но мы её немного подключили, потому что там играло. Да, я думал сначала... Да, это кошка у меня пришла. Не важно. Думал сначала её продать. Она вообще стоит... У нас в Украине это в районе 2000 гривен. А в России, я смотрел, это она где-то стоит в районе 5000 рублей. А если попросту говоря, чтобы было понятно всем, она стоит 180 баксов. Вот, вот так вот. Как мне сказали, это офигенская вещь. Мега офигенская вещь, которую бы я сам себе никогда не купил. Я, да, я согласен, я бы её сам себе никогда не купил. Но вот она у меня есть. И думал продать, но нет, я её продавать не буду, потому что она классная. Она реально классная. Мук, майка тоже от них. Но это было в прошлой акции. В общем, подарил богул. Сделали акцию, провели акцию. Акция закончилась. Я получил. Не очень, скажем так, понятно и весело, то, что прошёл практически месяц, как, скажем так, закончилась акция. Объявили победители. А я получил эту колонку 6-го числа. То есть практически больше месяца прошло. Ну, это такое. Ничего страшного. И всё нормально. Да и всё, да. Всем спасибо за просмотр. И можете за меня порадоваться. Я бы выбрал колонку. Спасибо за просмотр.